Друзья, сегодня тема эфира. Честно, я не знаю, как прикреплять. Может, кто-то напишет, прикрепит. Я не знаю, как это все делается. О теме эфира мы будем говорить про питание в пост. Про постное питание. Сейчас начался пост, и мы с вами будем обсуждать эту тему интересную. Подтягивайтесь. Я думаю, что представляться, наверное, не имеет смысла, но традиционно немножко о себе расскажу. Меня зовут Алена Когаткова. Я психодиетолог. По-другому, наверное, уже не скажешь. Психонутрициолог. Я, друзья мои, занимаюсь исключительно темой психологии пищевого поведения. То есть я работаю не со следствием, как это, например, делают классические диетологи, предлагая вам меню рациона. Я работаю с причиной. То есть почему у нас случаются срывы, почему у нас случаются переедания, почему мы зависим от сладкого, почему у нас лишний вес или недостаточная масса тела. Я считаю, что для того, чтобы выйти на здоровое пищевое поведение, сначала нужно разобраться с причиной. Вот это моя работа. Вот с этим можете ко мне обращаться. Пожалуйста, сразу в очередной раз спрашиваю, не пишите в директ. Есть ссылка в шапке профиля, где вы можете оставить заявку на консультацию, рассказав подробно о себе. Вы можете написать мне лично на мой имейл, и тогда я вам лично отвечу. Вы можете для начала, для знакомства с моей системой, приобрести либо мой вебинар по перееданиям, тоже ссылка в шапке профиля, либо одно из моих меню. В свое меню я вкладываю всю свою душу. Это как раз для тех, кто на пути познания здорового образа жизни, кто запутался. Вот, для вас я разрабатываю меню, чтобы вы поняли, что можно питаться здорово, вкусно, сбалансированно, при этом худеть, но уж точно не набирать вес и не срываться ни на сладкое, ни на переедание, ничего такого с вами точно не будет. Вот, вся информация по ссылке в шапке профиля. Сегодня будем, друзья мои, говорить про питание в пост. Тему, честно говоря, я эту поднимать не буду. Для большинства людей, и не отпирайтесь, пост – это диета. Мы в основной своей массе используем пост, как попытку сесть на такую легализованную, хорошо подкрепленную промышленностью и производственной всей этой индустрии диету. Вроде как удобно. Здесь я вас прошу, я человек прямой, я сама не могу себя назвать слишком религиозной, в том плане, чтобы придерживаться какой-то постной диеты, постного питания, отказываться от чего-то. Поэтому я называю вещи своими именами. Если для вас вот это действительно исходит из вашего сердца, из вашей души, это ваше... животного белка, но вы также и в других аспектах своей жизни, в том числе, прибегаете к практике ограничения, да. Тогда да, тогда есть смысл поститься. Если же вы в церковь не ходите, если в остальных сферах вашей жизни вы отнюдь не поститесь, то вопрос – зачем вам пост? Для вас всё-таки это диета, или для вас это действительно религиозная, глубоко необходимая вам духовная потребность? Определитесь для себя, что для вас пост. Итак, всё-таки, если мы постимся, у меня есть клиенты, которые постятся, я работаю с такими людьми, хотя вот к постному меню мы так и не подошли. Наверное, может быть, это связано как раз с тем, что я не очень пока верю, что большая часть людей постится действительно из каких-то религиозных соображений. Многие всё-таки. Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно, под это дело мы с вами тоже попадаем. Мы покупаем все эти постные десерты, объедаемся сухофруктами, объедаемся мёдом. Чем мне не нравится вся эта история? Друзья, если вы поститесь действительно по велению души и сердца, что предполагает пост? Пост предполагает духовное очищение. Пост предполагает в том числе очищение и вот это вот очищение наших вкусовых рецепторов. С юмором, конечно, ко всему этому подхожу. Но, ребят, мы стали настолько искушённые сегодня, что нас уже ничем просто не удивишь. Мы просто реально зажрались. Мы реально зажрались. Нам уже фрукты невкусно. Тортами мы объедаемся, булками мы объедаемся. Всё это на каждом шагу. Мы уже просто не знаем. У нас депрессия, реально депрессия – это пандемия 21 века. И она в основном связана. Все специалисты, мои коллеги, которые сегодня работают с нейропсихологией, нейробиологией – всё связано с нашим мозгом, с нашим вот этим вот искушённым, присытившимся мозгом. И все депрессии связаны с тем, что мы уже присытились. И научились получать удовольствие. Так вот, смысл поста как раз в том, чтобы мы с вами чуть-чуть очистили, очистили свою душу, очистили своё тело. И научились, научились получать удовольствие от простых вещей. Так вот, когда мы отказываемся от, не знаю, там, классического торта Наполеона и покупаем его постную версию, мы с вами не постимся, в духовном смысле не постимся. Да, мы соблюдаем принципы поста. У нас скоромный продукт, он не содержит продуктов животного происхождения. Но сути это не меняет. Мы всё так же ищем пищевых вот этих удовольствий. Мы всё так же ищем способ рецептора очиститься вкусовым. Мы не даём возможности встряхнуть наши вот эти нейромедиаторы, дофамин, серотонин, эндорфины. Мы всё так же их подстёгиваем этими пищевыми наркотиками. Пусть они и не содержат продукты животного происхождения. Но смысл поста теряется. Если мы с вами вместо конфеток, которые там у нас на сливочном масле и с молоком, начинаем есть тоннами сухофрукты с мёда, мы всё так же, точно так же подстёгиваем свою дофаминовую систему. Мы всё так же свою рептилию продолжаем кормить. Это самообман. Кого вы хотите обмануть? Если действительно душа требует, значит, это должен быть полный аскетизм в питании. Полный аскетизм. Простая еда. Собственно, и мой подход в питании, он всегда вас приводит к тому, что еда должна быть... ...тем она нам больше даёт в плане питания, но меньше даёт в плане вот этого подкормки своего рептильного мозга. Но мы-то с вами уже настолько искушённые, что как это? Пойду и закуплюсь всякими постными сладостями. Вот это самая ключевая ошибка. Если на этом этапе вы уже сочиняете себе список... ...ребят, это нечестно. Это как минимум нечестно. Нечестно с точки зрения религии. С точки зрения диеты, если уж мы подходим к этому, это тоже пост. Это вообще не вариант для похудения. Почему кто-то там худеет в пост? Но, скорее всего, создаётся какой-то, наверное, дефицит калорий всё-таки за счёт того, что раньше пельмени ели с майонезом. И... Когда в нашем рационе больше белка, но меньше углеводов, как ни крути. Конечно, нет продуктов, как я вам и говорю всегда, от которых мы поправляемся или от которых мы теряем вес. Но есть продукты, от которых мы набираем быстрее и проще нам это сделать. Потому что, согласитесь, есть килограмм мяса, килограмм рыбы не так просто, как два кусочка торта. Не так просто, как полбуханки хлеба. Вот. Поэтому, когда мы с вами едим белок, животный белок, мы очень хорошо насыщаемся. Белок маленький по объёму, но по насыщению он не сравнится ни с каким другим нутриентом. Поэтому, когда мы питаемся сбалансированно, полноценно и разнообразно, с достаточным количеством белковой пищи в рационе, мы, вероятнее всего, будем стройными. Но здесь получается, что основная группа, группа белковая, она из нашего рациона уходит. И на место её приходят что? Приходят углеводы. Мы, конечно, все с вами подкованы, начитали, знаем, где у нас содержится в растительной пище белок и начинаем на него налегать. Но растительная пища, богатая белком, также богата и углеводами. Поэтому набрать вес во время поста очень-очень легко, потому что в ход идут бесконечные вот эти сладости постные и бесконечное количество углеводов. Самое важное, что хочу сказать, когда в вашем рационе не хватает белка, вы будете всегда голодными. Всегда будете голодными. Вот все ваши тяга на сладкость, срывы, переедание, первое, о чём я всегда говорю, рекомендую своим клиентам, рекомендую вам, обратите внимание на сбалансированность своего рациона, а достаточно ли в нём белка. Все, абсолютно все, без исключения, переоценивают количество белка в своём рационе. Все. Два яйца в день съела, где-то творога немножко поела и думает, что у неё достаточно белка. Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам не менее 0,8 граммов белка на килограмм здорового веса в день. Моё личное мнение, дорогие мои девочки, что Всемирная организация здравоохранения, она молодец, я во многом её поддерживаю, не могу не поддерживать. Но пляшет она, конечно, под правительство различных государств. И вот теперь представьте, что в зависимости от того, что нам рекомендует ВОЗ, у нас с вами поступает информация о некой продуктовой корзине, о неком прожиточном минимуме, о некой вот этой базовой пищевой корзине, в рационе россиянина. И согласитесь со мной, макароны, картошка и хлеб стоят несколько дешевле, чем хорошая говядина, хорошая рыба и даже молочные продукты. Поэтому, если Всемирная организация здравоохранения поднимет норму белка до 2 граммов на килограмм здорового веса, как, например, считаю я, должно быть, и не только я, многие мои коллеги со мной соглашаются, большинство соглашается, и будем откровенны, то сразу продуктовая корзина россиянина вырастет в 2, а то и в 3 раза. Вырастет. Она просто вырастет. Поэтому Всемирной организации здравоохранения ничего не остается, кроме как рекомендовать нам небольшое количество белка, но тем не менее рекомендовать, и забивать все остальное углеводами, которые доступны, еще раз повторюсь, большинству россиян. Поэтому, если вы обратите внимание, как питаются стройные и более-менее состоятельные люди, да, ну, мало кто из нас объедается картофельным пюре и всяким фастфудом. Вот я даже здесь, в Макс Роял, я отдыхаю, и я вижу, что люди берут огромное количество зелени, фруктов, а картофельным пюре мало кто подходит. Вот, если мы поедем в какой-то другой, более-менее, такой бюджетный отель, мы увидим обратную картину. То есть, привычки нашего питания формируют наш образ жизни и, соответственно, то, какими мы будем. Поэтому, да, все-таки мы должны с вами понимать, хочешь быть стройным, хочешь быть сытым, хочешь быть красивым, счастливым и так далее, ешь достаточное количество белка. Набрать достаточное количество белка во время поста очень сложно, потому что мы исключаем из своего рациона продукты животного происхождения. Теперь, что у нас с растительным белком? Первое, что вы должны запомнить, животный белок усваивается нашим организмом очень хорошо. Очень хорошо, что бы кто ни говорил. Коэффициент усвоения яичного белка и молочной сыворотки из творога практически 100%. 98-99. У мяса близко к тому, где-то 90. Рыба чуть-чуть тоже отстает, но тоже 80-90% усвоения есть. Что касается растительного белка, то в лучшем случае это 40%. Понимаете? То есть уже разница в два раза. Вы съели 100 граммов творога, вы получили из него соответственно 16-18 граммов чистого белка. вы съели 100 граммов в сыром виде фасоли и получили из нее сколько белка. Допустим, в фасоли у нас 40-50 граммов, да? Соответственно, ой, простите меня, 20 граммов, соответственно, сколько вы из нее получили? 10 граммов. В лучшем случае 100 граммов фасоли в сухом виде. Это, наверное, будет где-то маленькая такая кастрюлька отварной фасоли. То есть нужно съесть, чтобы получить вот столько белка. Представляете, сколько нужно съедать? То есть это очень-очень много. Теперь подумайте, можно ли на таком питании похудеть? Нет. Потому что ты всегда будешь голодный за недостатком белка и ты всегда будешь переедать при этом по углеводству. безумно начинает тянуть на сладкое. Как безумно начинает тянуть на всякие булки и углеводы. Орешки это вообще это тема орехи, сухофрукты начинают просто девчонки есть с тоннами. Вот. Поэтому я сейчас хочу подвести мини-итог этого прямого эфира. Пост это не диета. Похудеть в пост очень сложно. Заработать себе расстройство пищевого поведения очень легко. Вы не представляете, какой шквал просто обращений ко мне именно с темой уже когда не самое здоровое пищевое поведение именно после поста. потому потому что люди вот эти полтора месяца себя держали на сухом пайке особенно если кто-то все-таки следит за количеством углеводов в своем рационе а потом простите меня ушли в компульсивные переедания и в срывы. Варианта два. Либо компульсивные переедания и срывы либо лишний вес и все опять кому ко мне здравствуйте здравствуйте заранее вот поэтому давайте будем подходить к этому делу с умом если для вас это религиозный выбор тогда думаем как опять я здесь не рекомендую никогда самостоятельно но не потому что я вам навязываю свои услуги отнюдь но вы должны понимать что составить грамотный сбалансированный рацион из неполноценных источников белка очень сложно в чем весь нюанс с вегетарианством если животный белок содержит полный незаменимый набор аминокислот то с растительным белком дела обстоят намного хуже нет варианта растительного белка где был бы полный набор аминокислот единственный полноценный источник белка это соевые продукты вот это да соевые бобы тофу можно есть в остальном требуется комбинация не просто так грамотные вегетарианцы обращаются к нутрициологам диетологам для того чтобы те составили им правильную диету и мы комбинируем в приеме пищи в течение дня разные крупы разные бобовые с тем чтобы не допустить дефицита по каким-то из жизненно необходимым аминокислотам это очень важно переходим к пункту номер два что же есть во время поста итак мы с вами подчеркиваем что животного белка у нас нет но есть группы людей которым я настоятельно не рекомендую и ни один батюшка со мной спорить я думаю не будет те группы людей которым категорически не рекомендуется поститься это прежде всего беременные это прежде всего кормящие это дети я бы с осторожностью постилась в пожилом возрасте и после 40 лет женщинам которые входят в группу риска по остеопорозу это я вам напомню очень серьезная достаточно серьезная проблема с которой сегодня сталкиваются многие женщины прежде всего прежде всего чем поститься вы должны сдать анализы милые мои хорошие вы не любите сдавать анализы я знаю многие мне пишут пожалуйста алена можно не сдавать анализы это так дорого нет нельзя если вы женщина которая себя уважает вы должны знать не находитесь ли вы в железодефиците как у меня я вижу ну вот я не знаю ну наверное процентов 70 в прошедшем году у меня было девочек женщин которые ко мне обращались у которых была диагностирована в результате железодефицитная анемия вы живете с этим годами и понятия об этом не имеете вы не знаете почему с утра встать не могу почему слабость почему усталость вроде в отпуск съездила а отдохнувшись себя не чувствую вроде выходные прошли выспалась а отдохнувшись себя не чувствую с утра встать с кровати не могу сил нет проверьте пожалуйста сывороточное железо и ферритин как минимум проверьте убедитесь что у вас нет железодефицитной анемии тем более если вы женщина репродуктивного возраста менструирующая и вы должны понимать что это очень важно для вашего здоровья для вас прежде всего не для меня мне это не нужно это нужно вам и вот женщина в железодефиците начинает поститься а еще круто когда это кормящая мама которая вместе с тем решает похудеть и думает уже вообще непонятно о чем думает ни о себе не думает ни о ребенке не думает которого кормит сама в железодефиците ребенок будет дефицитный то же самое беременных касается сдайте ферритин прежде чем поститься многие сдали я думаю что нет не многие теперь где у нас содержится железо в пище только в гемовом гемовое железо усваивается нашим организмом не верьте вы в эти все сказки про железо из гречки из граната мясо красное все вот где гем где красные кровяные тельца где где наши эритроциты где наши кислородные вот это с вами голодание откуда оно берется почему мы в таком состоянии с утра встаем никакая гречка вас на ноги с утра не поднимет даже то что вы там нагуглите содержание железа в гречке оно не усваивается милый мое хорошее не усваивается железо вообще тяжело усваивается даже из мяса и почва должна быть благодатная для его усвоения здоровая кишечная микрофлора которая по пальцам пересчитать сколько их нас таких у кого здоровая кишечная микрофлора почему я своей работе занимаюсь прежде всего восстановлением микрофлоры и потому что сколько бы вы ни пили бадов таблеток пилюль ничего не усваивается если микрофлора у вас нездоровая Поэтому я на первом этапе занимаюсь тем, что давайте восстановим микрофлору и посвящаю этому кучу времени в работе. Потом уже все усваивается, и из пищи усваивается, и без БАДов. Поэтому, если вы входите в группу риска, не надо поститься. Почему женщину после 40 тоже настоятельно не рекомендуют? Потому что идет потеря кальция, безумная потеря кальция. Вот до 30 лет кто не наел кальция, кто не создал вот эти депо, запасы, 40 лет уже тяжело. И потом начинаем пачками есть творог. А в пост что делаем? Убираем творог, убираем молочные продукты. Опять же, про кальций. Все это сказки, истории. Он прекрасно усваивается из молочных продуктов. Прекрасно. Тем более, что молочные продукты еще и витамин D содержат. Витамин D сдайте тоже обязательно. Потому что если дефицит по витамину D, у меня в прошлом году не было ни одного клиента, у которого в норме был бы витамин D. Витамин D необходим для усвоения кальция. Но сколько вам нужно съесть кунжута и миндаля, простите меня, и сколько килограммов прибавить, чтобы вы получили достаточное количество кальция? Я согласна, в кунжуте и миндале кальция много. Сколько вы его съедите? 100 граммов миндаля 600 килокалорий нам дают. Девочки, дорогие мои, ну сколько вы его съедите? А от 10 граммов вам в помине ничего не будет. Поэтому молочные продукты – это основной источник кальция. У женщин после 40 лет очень высокий риск развития остеопороза. Именно поэтому им рекомендуется особенная диета, профилактическая диета по предупреждению этого заболевания. И да, возможно, вам придется тогда принимать добавки на время поста. И если анемию обнаружат, и если дефицит по кальцию будет, то тоже необходимо. Поэтому нужно обращаться к специалистам, нужно о себе заботиться, нужно про себя думать, почему мы себя вообще не ценим, почему мы в Турцию 300 тысяч находим, я не знаю, кто там, миллион, кто 300, кто 50. А на себя мы анализы жалеем сдать, пойти. Ладно, ко мне прийти, не приходите. Ну, анализы можно пойти сдать. Хотя бы к врачу какому-нибудь сходить в свои районные поликлиники. Девочки, ну, элементарная забота о себе. Ботоксы, мне тут сказали, ботокс укол в лоб сделать, 15 тысяч стоит. Я вообще обалдела. Я обалдела. Понимаете, вот на консультацию прийти жалко денег, да, решить свои вопросы, закрыть свои вопросы со здоровьем, со своим самочувствием, со своим внешним видом. Но ботокс мы идем колем, губы колем, какие-то, не знаю, пилинги глубокие, неглубокие делаем, вместо того, чтобы заняться своим здоровьем. Я вот тут надегустировалась для вас таких тортиков, у меня прыщ подкожный впервые за много лет выскочил. Поэтому вы будете мне говорить о том, что сахар это не так вредно, да вредно. Я вот прям вам могу сказать на тысячу процентов по себе вижу. Попробовала он две ложки и прыщ тут же выскочил подкожный. Все только ради вас. Здесь-ка эксперименты над собой провожу, мучаю себя, как дегустируя всякие там тирамису и чизкейки, страдаю. Вот. Поэтому, мои хорошие, давайте на себе экономить не будем, начнем с обследования. Итак, если вы обследовались, все у вас хорошо, вы не входите в группу риска, вы религиозно настроены, конечно, пост это пост. Вот. Теперь. Первое, что нужно запомнить. Давайте не будем налегать на углеводы на сладкое. Забудьте. Прям вот себе прям вычеркните. Вычеркните из списка покупок. Тонны сухофруктов, тонны меда, тонны всех этих постных сладостей, сушек, выпечку. Уберите, пожалуйста, сразу вот всю эту белую муку, всю эту сдогу из белой муки, весь этот белый хлеб, весь этот белый рис. Все это убираем. Наше с вами питание должно устроиться на чем? Зерновые содержат достаточное количество белка, но больше всего углеводов. Бобовые содержат больше белка, но тоже содержат много углеводов. Посмотрите, пожалуйста, на пачки фасоли. Вы обнаружите те же 50 граммов углевода. Поэтому мы не должны перебарщивать. Если есть возможность. Я знаю, что здесь подход у церкви неоднозначный. Кто-то запрещает морепродукты, кто-то разрешает. Но я все-таки, если вы чуть-чуть о себе больше думаете, рекомендую хотя бы кальмары, креветки, вот такую еду оставить в рационе. Потому что они все равно содержат очень много белка, содержат мало жира и не содержат углеводов. Поэтому хорошая сытость и при этом не перейдите по углеводам. Поэтому, если есть возможность, морепродукты оставьте. А рыбу, если возможно, оставьте. Если оставите в рационе рыбу и морепродукты, то в принципе, вам вообще можно эфир не слушать. Вы точно в группе безопасности, вот, по набору веса, по перееданию, во время поста. Потому что рыба и морепродукты являются полноценными источниками белка. При этом малокалорийными, ну, если мы не берем, конечно, жирную семку. Вот, про сою сказала, тофу сказала. Тофу... Тофу, в принципе, тоже очень хороший, очень вкусный вариант замены животного белка. Теперь, будьте осторожны с крупами еще раз и с бобовыми. Ну, не надо есть их вот тоннами. Не надо. Если у вас трехразовый рацион, будет достаточно съедать какой-то вид крупы с утра, да, там, в форме каши или как вы обычно едите. Не знаю, может, это будет пшеничная крупа с тофу, да, в качестве белка и какой-то зеленый салат с растительным маслом. Вот. Крупы обязательно зерновые, минимально подвергнутые какой-то обработке. То есть, это может быть перловая крупа, это может быть цельное овсяное зерно, гречневая крупа, гречка и киноа. Они максимально богаты белком, обратите внимание на это. Самые богатые белком крупы. Это может быть пшенная крупа, это может быть нешлифованный, обратите внимание, нешлифованный рис. Если вы все-таки печете какие-то там, да, себе вкусности, то старайтесь использовать в том числе грубую из цельных зерен. Ни в коем случае не белую, не пшеничную, никакие крахмала очищенные не используйте. Достаточно у вас и без этого крахмалов и сахаров будет во время поста. На обед это может быть порция, соответственно, бобовых. Это могут быть и фасоль, и нут, и чечевица, и маш. Много сейчас, большой ассортимент разных бобовых. Опять же, побольше зелени, побольше каких-нибудь овощей. Не крахмалистых, зеленых, брокколи, спаржи, брюссельская капуста, я хочу обратить ваше внимание, это капуста, которая уникальная, она содержит большое количество белка. Это селекционно выведенный сорт капусты, который действительно содержит достаточное количество белка. Вот такая вот штука с брюссельской капустой, она очень хорошо насыщает. Обратите внимание. Не перебарщивайте с маслами, не перебарщивайте с семенами и орехами, потому что начинает от этого всего ухотеться. Но все в меру. Не забываем, что орехи, семена очень высококалорийные, поэтому немного достаточно. Вот. Опять же, да, будет здорово, если добавите к этому обеду что-то из морепродуктов. Если у нас с утра был тофу, к обеду, например, вы сделаете какую-нибудь рагу из нута с томатами и, например, с кальмаром, как вариант такой, да. Далее переходим. Ужин. Ну, пусть это будет порция каких-то крахмалистых овощей, да, нужны для сытости. Выберите, что это будет. Либо крахмалистые овощи, либо какие-нибудь макароны. Но, опять же, макароны не из мягких сортов, да. То есть берите либо из зерновой муки макароны. В Москве, например, сейчас огромный выбор. То есть пол бы есть, и скину, и с чего только нет. Вот. Либо это будет порция макарон, либо это будет порция крахмалистых овощей. Тот же картофель запеченный. Прекрасно. Не надо делать картофельное пюре с маслом. Я вас просто умоляю, да, вот эту всю историю. Картофельное пюре с маслом, со сливками. Оставьте ее, оставьте ее нестройным нам, нестройным нам. Вот. Поэтому запеченный картофель можно в холодном виде. В холодном виде картофель содержит резистентный крахмал, который тяжелее усваивается. Можно сделать какой-нибудь салат. Будет прекрасно. И, опять же, да, если едите морепродукты, добавьте, например, какие-нибудь креветки к нему, что-то такое. Опять, самое главное, чтобы вы следили за достаточным количеством белка в рационе. Потому что нет белка, мы начинаем налегать на углеводы. Это всегда так. Всегда, заметьте, когда вы голодный, вам хочется чего-нибудь жирненького, калорийненького, какого-нибудь тортика, пирожного, какой-нибудь сладенькой булочки хочется. Да, где много калорий. Как только вы поели, уже как-то не сильно-то хочется. Если нет каких-то психологических проблем, связанных с едой, да, если вы человек со здоровым пищевым поведением, то после сытного обеда уже совершенно спокойно думаешь о своих делах. Но никак не о булочке сладенькой. А вот когда ты голоден, первое, на что хочется наброситься, это на то, что содержит много-много калорий. Это всегда у всех. Это наша биология, это наша эволюция, наш инстинкт, если хотите. Поэтому в пост самое главное – не быть голодным. И голод все-таки стараться утолять белком, допустимым белком. Это очень важно. Второе, на что начинаем налегать, опять же, в силу того, что не наедаемся, это на жиры. И вот начинается вся эта свистопляска. Масло льем литрами растительное. Опять же, орехи, семена, про которые я уже сказала, тоже все это без разбора. Не надо. Поставьте для себя принципиально, что я не ведусь ни на какие уловки маркетологов. Я экономлю свои денежки, я экономлю семейный бюджет. Никакие постные сладости, плюшки, булки я не покупаю. Мое питание простое, аскетичное, из самых доступных продуктов. Ешьте больше овощей, ешьте больше корнеплодов. Но вот эта вся история с винегретами, да, где отварная свекла, отварной картофель, все это мы еще заправим постным майонезом. Это все не для нас. Не для нас. Запомните. Порция зерновых, порция бобовых, порция каких-то крахмалистых овощей. Очень-очень бдите и следите за этим. Все. Все остальное мы добираем фруктами, овощами, не крахмалистыми овощами. Вот, вот и белком, и белком. Тот белок, который вы себе можете позволить во время поста. Сразу вижу, а с белком нельзя переборщить? Переборщить можно. Переборщить можно совсем, абсолютно точно. Но, когда вы едите белок, очень важно сочетать его с овощами и с большим количеством зелень, которая помогает ему усваиваться. Ну, не знаю, мне кажется, что мало кто из нас может съесть килограмм мяса. Но это уже тоже нездоровое какое-то пищевое поведение. Вот, поэтому если вы съедаете в прием пищи 150 граммов какого-то белкового продукта, будь то рыба, морепродукты, тофу, творог, это точно не будет перебор. Ну, редко я встречаю людей, которые переборщивают по белку. Возможно, есть только спортсмены, которые спортпитом еще дополнительно себя подпитывают. Как вы относитесь к грибам? К грибам я хорошо отношусь, но многие ошибочно, даже мои коллеги я встречаю, относят их к белковым продуктам. Грибы – это отдельная категория продуктов, которые, конечно, богаты определенными болезненными веществами, в том числе, как и овощи, они богаты пищевыми волокнами. Но белка там, ребятки, мизер, просто мизер. Поэтому рассчитывать, что вы съели 100 граммов грибов и набрали порцию белка, очень наивно. Религия к христианству не имеет никакого отношения. Я не понимаю, мы сегодня не обсуждаем религию, а религиозные темы. Я подчеркиваю, я не скрываю, что я далеко не религиозный человек. И моя задача, как специалиста, говорить о питании. Фрукты невкусные, когда у людей неправильное пищевое поведение. Слишком много сахаров. Абсолютно, согласна. Знаете, вот я здесь пробую десерты, ну просто вот, ну реально. Вот первая ложка, она может какая-то, вот кажется, что это вкусно, необычный вкус. Но по сути это просто сахар и потом безумное послевкусие. Вот это зубы сводит, хочется кофе запить. И другая совершенная история с фруктами. Фрукты просто очень вкусные, очень вкусные. Если вы на какое-то время отказываетесь от сахара, я вам гарантирую, что у вас вся еда, она заиграет совершенно другими красками. Абсолютно другими. Большая проблема, с которой я сегодня в своей работе сталкиваюсь, это как отказаться от этого сладкого, как отказаться от этих десертов, которые действительно мы на них подсаживаемся. Это легализованный наркотик, который подстегивает нашу дофаминовую и серотониновую, эндорфиновую вот эту всю систему. И поэтому все специалисты грамотные, мы сегодня работаем прежде всего с тем, чтобы наладить работу головного мозга, если так говорить по-простому. Решить проблемы зависимости, решить проблемы, которые лежат в основе, почему мы не можем удержаться, зачем нам нужно это сладкое. Потому что если у человека все хорошо, если липостат работает отлично, если с регуляцией нейромедиаторов все отлично, если мы выровняли полностью весь гормональный фон, если мы решили все наши психологические вопросы, я прям это четко вижу, как у меня девчонки, ну просто они смотрят вот так же, как я, они смотрят на это сладкое, как на произведение искусства, без всяческого желания это есть. Если у нас закрыты все пищевые вопросы, все пищевые дыры закрыты, если вот здесь мы всю работу наладили, если у нас сформирована доминанта сначала на первом этапе, о чем я сегодня писала, если закреплен новый динамический стереотип, дальше можно хоть и себя Веру Брежневу, хоть и Бриджит Бордок ковать, если вам это будет нужно. Но проблема в том, что мы садимся на диету, будучи не диагностированы на предмет вот этой вот штуки. Какую муку советуете использовать вместо белой? Для оладьи, блинов часто детей делаю. Да любую. Я использую цельнозерновую муку. Не обманывайтесь, мука, любая мука, но от калорийности пшеничной белой не уступает. Но цельнозерновая мука, по крайней мере, содержит вот эту оболочку зерна, где содержатся витамины, микроэлементы. Это то самое пищевое волокно, которое не дает глюкозе очень быстро повышаться, в отличие от муки белой пшеничной. Как она действует? Она очень быстро поднимает уровень сахара в крови, и потом точно так же этот сахар в крови падает. Поэтому, когда мы что-то сладкое такое съели, нам вроде сначала хорошо, а потом сахар в крови резко падает, благодаря тому, что инсулин выработался. И мы чувствуем безумно себя плохо, и нам хочется еще больше сладкого. Вот как это работает. Поэтому любая мука, мои фавориты. Это мука, опять же, соевая, богатая белком. Мне действительно больше белка. Кокосовая мука очень прям, я люблю кокосовую муку. Спасибо большое. Спасибо. Ой, девочки, как приятно. Спасибо большое. Спасибо. Орехи дают хорошее насыщение. Я согласна. Особенно, если съесть 100 граммов. Ребята, я очень люблю орехи. Но с орехами такая тема по своим клиенткам вижу. Мало кто останавливается на 5-6 штучках в здоровой норме. Орехи очень полезны. Но вот эта польза, она содержится в небольшом количестве. Вот съешьте 5 орешков миндаля, и вы получите свою необходимую суточную норму того, что вам нужно получить из орехов. Почему от алкоголя поправляются и отекают? Ох, с алкоголем тем вообще интересно. Не хотелось бы, конечно, ее к посту привязывать, но кратко отвечу. Калорий много. 7 килокалорий на 1 грамм. В отличие, например, от белка, в котором 4 грамма. Жидкие калории всегда употребляются легко. Я думаю, что со мной многие согласятся. Мало кто выпивает 100 миллилитров вина. Да, это льется все и пьется все это большими количествами. У нас полностью отключается префронтальная кора. Вот здесь вот маленькая такая тряпочка, которая как раз регулирует наше с вами пищевое поведение и включает тормоз, когда мы что-то вкусное перед собой видим. Вот эта вот тряпочка отключается, там включается снова наш первобытный вот этот рептильный мозг. И под это дело, простите, девочки, мы начинаем еще и переедать. Тормоза отключились, начинаем вкусно много есть. Вот поэтому и поправляются на фоне этого переедания. Ну и плюс, конечно, углеводы, они всегда притягивают и задерживают воду, а алкоголь – это углеводы. Поэтому отеки, прибавка веса – все это, конечно, целый комплекс. Поэтому я категорически вообще против алкоголя, но я по разным соображениям против алкоголя, но и на диете вот по своим клиенткам я вижу. Ну, кто продолжает выпивать, ну, тяжело, очень тяжело худеть, очень тяжело контролировать свое пищевое поведение. И, конечно, зависимость от алкоголя, необходимость выпивать – это тоже нездоровый признак. Это не признак здорового пищевого поведения, имейте это в виду. Вроде доказано уже, что много белка организм не усваивает. Ну, я не знаю, кто там чего доказывает. Вот эта вот вся история, что организм усваивает за прием пищи 30 граммов белка, она, конечно, растиражирована желтой прессой, как только возможно. Доказательств этому научно обоснованных никаких нет. Белка организм возьмет ровно столько, сколько ему нужно. Поверьте мне, никаких складов белка гниющего, ну, ни один патологоанатом нам пока нигде не выложил, не показал. Теперь, даже если предположить, что 30 граммов белка усваивается за прием пищи, то, в принципе, мало кто из нас в прием пищи съест белка больше. Это как раз те самые 150-200 граммов белковой пищи, про которые я говорила. Если вы, тем более, едите достаточное количество овощей, еще раз повторюсь, а клетчатка помогает усваиваться белку, помогает перевариваться и не откладываться в виде гниющих остатков, как многие полагают, то ничего страшного не будет. И килограмм мяса мало кто съест за раз. Если получится, эфир сохраню. А что делать, если будет выявлен железодефицит? Только терапией таблетками или коррекцией питания. Теперь, мои хорошие, если у вас выявлен железодефицит, именно железодефицит, потому что анемия бывает разной природы, поэтому я вам настоятельно рекомендую не смотреть только гемоглобин, как делают многие, сдать сыворточное железо, сдать ферритин, но также бывает дефицит витаминов В12, очень часто, и фолиевой кислоты. Но если у вас железодефицит, и уже в такой острой форме, что он дает о себе знать, всячески портит вашу жизнь, то вытянуть его можно только в лекарственной форме, которую вам подберет врач в соответствующей дозировке или ваш нутрициолог, который вас наблюдает. В соответствующей, подходящей вам дозировке самому себе назначать препараты ни в коем случае нельзя. Нельзя. А у меня есть и были клиенты, которым даже лекарственные формы не помогали. И помогали только капельницы. Дальше. Задача вашего нутрициолога. Понять, почему это произошло. Были ли вы просто в дефиците по питанию или что-то не так с вашей кишечной микрофлорой, которая не усваивает железо. И дальше мы уже работаем над тем, чтобы восстановить кишечную микрофлору, чтобы она усваивала все, что должна усваивать. И мы с вами прекрасно жили без препаратов железа. Потому что многие обнаруживают, что действительно у лекарственных форм железа есть много неприятных побочных эффектов. Если уж вы себя довели до такого состояния, потерпеть придется. Как вы относитесь к лавашу? Ну, это хлеб. Я не знаю, кто придумал, кстати, что лаваш – это какой-то зожный. Вот правда, у меня тоже клиенты есть, которые новые приходят, они еще не в теме. И мы разбираем всякие мифы. Кто придумал вот эту всю историю? Мне интересно про то, что лаваш – это какой-то зожный такой продукт. Слушайте, ну, лаваш – это просто белая мука и вода и соль. Ну, дрожжей там нет. Я не знаю, наверное, кто дрожжей боится. Я не знаю, мне кажется, это тоже такой большой миф сегодня. Но разницы никакой нет с диетической точки зрения, дрожжевой или бездрожжевой хлеб. Вот мне присылают дневники, и там, знаете, прям подчеркнуто. Хлеб бездрожжевой. А почему подчеркнули? Но это значит, что он же не вредный. А чем дрожжи-то вредные? Про дрожжи – это большая история, большой миф. Это, ну, просто смех, честное слово. Я, может быть, как-нибудь поздно на эту тему напишу. И ничем не уступающий любому другому. На самом деле, если уж вы хотите там про зож поговорить, то лучше купить какой-нибудь зерновой хлеб. Пусть он будет дрожжевой, но зерновой. И это будет более такая, какая-то здоровая история. Как вы относитесь к шоколаду из кероба? Углеводы есть, но сахара нет. Можно, слушайте, да можно все. И сникерс есть, можно и баунти. Но в начале поста я об этом говорила. Если у вас здоровое пищевое поведение, вы совершенно не задаете таких вопросов. Есть можно все. Вопрос зачем? Самообманом заниматься. Понимаете, я не ем, например, шоколад с сахаром, а не потому, что я там из диетических соображений его не ем. Потому что мне он не нужен, мне невкусно. И мне не нравится же, у меня вот прыщи от этого сахара выскакивают. Понимаете? Вот это мне не нравится. Мне не нравится эта история. Ну, абсолютно не нравится. Но я покупаю себе шоколад без сахара крафтовый, например, который по калорийности превосходит любой сникерс. Да, там вот в моем шоколаде 632 килокалории на 100 калорий больше, чем в вашей там Милке или Риттерспорте. Но я его ем не потому, что в нем калорий больше или меньше, а даже для меня это более правильный выбор для моего здоровья. Я выбираю себе немалокалорийную еду. Я отказываюсь от сахара не потому, что я похудеть хочу. Я не ищу какой-то подмены понятий. А вы ищите подмену понятий. Мне нравится кэроб, мне все равно, сколько в нем калорий. Я ем, например, кэроб, я его добавляю в десерты, выпечку. Не потому, что я ищу какую-то здоровую замену сахара, а потому, что он мне просто нравится. И он никак не влияет негативно на мое здоровье, на мое самочувствие, на мое состояние. Поэтому все зависит от того, для чего вы отказываетесь от шоколада с сахаром и заменяете его кэробом. Кэроб хороший продукт. Как и какао. И мне приятно, Оксаночка. Здравствуйте. Как вы относитесь к... Так это ответил. После бобовых сильное газообразование. Как убрать? Сократить количество. Их в рационе прежде всего замачивать. Бобовые содержат еще очень много лектинов. Да, если мы знаем, что чем опасны зерновые, они содержат много фитиновой кислоты, которая в том числе мешает усвоению многих веществ, кальция, цинка, фосфора. То же самое с лектинами. Лектины тоже в избыточном количестве далеко не лучшим образом сказываются на состоянии нашей кишечной микрофлоры. Вот. И в бобовых... История с бобовыми, конечно, с тем, что они вызывают вот это вот газообразование, она очень распространенная. Поэтому главное правило их правильно готовить. Для этого их нужно замачивать, желательно на ночь, часов на 12. Потом обязательно воду слить, промыть, залить чистой водой и отваривать до полной готовности. И, конечно, доза вот эта, которую переносит человек, она у каждого индивидуальная. Поэтому, если уж прям совсем тяжело, сократите количество бобовых в рационе. А подберите те бобовые, на которые реакция не такая активна. Например, на фасоль практически, ну, у многих реакция. На чечевицу редко бывает. Поэтому по ПХ-элементируйте, попробуйте другие виды бобовых и, конечно, следите за их количеством в рационе. Возможно, просто по три раза на дню едите во время поста. Это, конечно, не очень хорошо. А, еще хочу обратить ваше внимание. Если уходят из рациона кисломолочные продукты, добавьте квашеную капусту. Добавьте капусту кимчи. Потому что очень важно в этот период поддерживать свою кишечную микрофлору. Очень важно. А ферментированные продукты нам необходимы для здоровья нашей кишечной микрофлоры. Обязательно добавьте квашеную капусту кимчи. Посмотрите вот в эту сторону. Если вдруг не употребляете кисломолочные продукты, хотя, опять же, я рекомендую хотя бы какие-то кефиры, йогурты, что-то такое оставлять в своем рационе. Подумайте о своем кишечнике. Отварную свеклу можно на ужин со сметаной салат. Про крахмалистые овощи сказала. Так же, как отварная морковка, отварная свекла, отварная картошка. Понятное дело, что вы будете не наедаться, что-то такое нужно. В принципе, можно. В принципе, можно. Но смотрите, чтобы сметана была не жирная. Потом сметана тоже молочный продукт. Не совсем поняла, как вы оставите сметану в рационе. Тогда уж лучше йогуртом заменить. Еще вот важный момент, который мне сказала вначале. Кому не рекомендую, вообще не рекомендую паститься. Это людям с диабетом второго типа и с инсулинорезистентностью. Вот вам, ребята, точно не ваша история. Если есть лишний вес, значит, наверняка есть инсулинорезистентность, значит, наверняка есть диабет. И вы себе, ну, точно не поможете во время поста. Потому что пост, это все равно идет уклон в углеводы. А вам как раз углеводы нужно ограничивать. Гемовое железо. Только красное мясо и субпродукты. Да, к сожалению, рыба не заменит мясо. В обед нужно есть каши, если нет поста. Я не знаю. Я же не экстрасенс. Кому-то нужно, кому-то не нужно. Вы про крупу говорите. Я не знаю, что за вас история. Может быть, у вас диабет. Может быть, у вас инсулинорезистентность. Может, вы беременны. Может, вы кормящие. Нет такого. Нужно что-то кому-то всем есть. У всех питание должно быть персонифицировано, индивидуально составлено, исходя из многих параметров, показателей и здоровья, и образа жизни, и целей, которые человек преследует. Сколько у меня клиентов нет ни одного с похожим типом питания на второго. Все питаются по-разному. Какие анализы нужно сдать в первую очередь? Это общие анализы крови, общий анализ смочи, желательно биохимию крови. Ну а дальше уже в зависимости от того, с какой целью вы сдаете анализы. Тёмный шоколад можно, в критические дни хочется. Я думаю, что я ответила на вопрос, что можно всё. Вопрос, кому и зачем. Кэра вкуснее шоколада. После него шоколад с сахаром невкусный. А его можно кушать немного вместо сахара. Я ответила на вопрос, кушать можно всё. Зависит от цели. Привет, моя дорогая. Рада тебя видеть. Пупсик мой, девочка. Гордость моя. Привет. Один диетолог не рекомендует сою с женщинами. Муку, молоко якобы может нарушить цикл и тому подобное. Ну идите к тому диетологу. Что я могу сказать? Значит, очень умный диетолог. Это все вот эти мифы про эстрогены из молока, про гормоны. Я не знаю, где вы таких диетологов находите. Не может диетолог, который учился, получал образование, такие вещи говорить. На каком молоке лучше покупать кофе? Покупаю у вас быки вкуса. Слушайте, если во время поста, то я рекомендую либо брать безлактозное молоко, либо брать какое-то любое растительное молоко. Ну пожалуйста, читайте состав. Потому что большинство видов растительного молока содержит кучу всяких добавок и самое главное, кучу сахара, а еще всякие сиропы. Вот если это будет состав чисто миндаль, чисто вода, берите. А если там будет куча стабилизаторов, куча сахара и так далее, то зачем оно вам надо? Делайте свое дома растительное молоко. А смысл безлактозного? Это же тоже молоко коровье. Нет, ваш вариант, если вы паститесь, растительное. Очень люблю сухие вины. Почему французы пьют его много, но при этом не поправляются? Ну, во-первых, ничего про французов не знаем. Во-вторых, мы поправляемся не от того, что вино пьем, а от того, что переедаем. И вот этот большой миф про французов. Француженка съела круассан и 10 километров по Париже побежала. У меня есть девочки, которые живут во Франции. И они так живут. И в 5 часов вечера, в лучшем случае, она там свой багет с маслом еще поела. А мы-то как с вами. Круассан в прикуску с чем? С борщом? С пельменями? Так, какой врач лечит железодефицит? Кто должен назначать препараты? В поликлинике из терапевта не вытащишь направление. Нутрицолог, диетолог. Спирулину нужно ли принимать? Я не скажу, что нужно. Нет такого нужно. Как избежать срывов в питании? Вот взяла и снова объелась. Читайте, пожалуйста, мой блог. Я об этом очень много пишу. Я вообще свой блог считаю таким инструментом самопомощи. Для тех, кто не может позволить себе больше или пока не созрел. Кстати, у меня сейчас появился новый вариант работы со мной. Мы наконец-то нашли очень... Я вырастила себе достойного куратора-помощника. Поэтому у меня есть и будет теперь предлагаться второй вариант сопровождения. Это лайт-версия с моим помощником, с моим куратором. Которая как раз будет стоить несколько дешевле. Ну а если у вас...